Добрый день, дорогие друзья! 3 сентября – день рождения известного русского писателя и журналиста Сергея Довлатова. Сергей Донатович родился в 1941 году в Уфе. В 1959-м поступил на филпак Ленинградского государственного университета, но был отчислен из-за неуспеваемости. Позже, закончив факультет журналистики, стал работать в газете «Знамя прогресса» и начал сочинять рассказы. Так на свет появился писатель Сергей Довлатов. Среди знаменитых его произведений – «Зона», «Заповедник», «Компромисс», «Филиал», «Чемодан», «Иностранка». К одному из произведений писателя мы сейчас обратимся. Это рассказ «Победители». В центре сюжета – финал Чемпионата России во борьбе. Кто же выиграл? Давайте узнаем. Итак, Сергей Довлатов – победитель. Дело происходит в спортивном зале Академии Можайского. Все мужчины здесь широкоплечие. Манеж освещен четырьмя токами люминесцентных цветильников. На шершовом ковре топчутся финалисты Чемпионата России. За центральным столиком – Жульверн Хачатурян, получивший на Олимпийских играх в Мельбурне кличку «Русский лев». Год назад Хачатурян поступал в университет. Он был самым широкоплечим из абитуриентов. Шел экзамен по русской литературе. Хачатурян всех спрашивал. «Прости, что за вопрос тебе достался?» «Пушкин», – говорил один. «Мне повезло», – восклицал Хачатурян. «Именно этого я не учил». «Лермонтов», – говорил второй. «Повезло», – восклицал Хачатурян. «Именно этого я не учил». Наконец подошла его собственная очередь. Судья вытащил билет. Там было написано «Гога». «Вай», – закричал Хачатурян. «Какая неудача! Ведь именно этого я как раз не учил». Впрочем, мы отвлеклись. Информатор произнес микрофон. «Внимание! Финальные схватки продолжаются. В синем углу – Аркадий Тысин из Челябинска. В красном – Олег Горбузенко из Мелитополя. Сейчас же на южной трибуне раздался звук пощечины. Как выяснилось, это были скромные аплодисменты. Борцы пожали друг другу руки и начали возиться. Каждый из них весил центнер. Каждому было за сорок. Оба ходили в развалку, а борьбу ненавидели с детства. Борцы трогали друг друга, хлопали по шее, кашляли и отдыхали, сомкнув животы. «Пассивная борьба!» – выкрикнул информатор. «Спортсменам делается замечание». Однако Дысин и Горбузенко не реагировали. Они стали бороться еще деликатнее. Оба знали свое дело. Оба помнили былые схватки. Бра-руле, двойной Нельсон, захват, подсечка. Жесткий брезент и выковер неожиданно устремляется ввысь и хлопает себя с чудовищным гневом по затылку. «Синий не борется!» – орали зрители. «Халтура!» – «И красный не борется!» Однако Дысин и Горбузенко не реагировали. Борьбу они ненавидели, а зрители прозирали. Вдруг что-то произошло. Возникло ощущение тревоги и беспокойства. Как будто остановились часы в международном аэропорту. Зрители и секунданты начали озираться. Борцы устало замерли, облокотившись друг на друга. Все уставились на главного судью. Дело в том, что Жильвер Хачатурян безмятежно дремал, опустив голову на кипу судейских протоколов. Хачатурян спал. Присутствующие не решались его будить. Рефери и выковые судьи ушли в шашлычную. Зрители читали газеты, вязали, штопали носки, распевали туристические песни. «Если бы ты знал, как я ненавижу спорт!» – вознес Аркадий Дысин. «Гипертония у меня!» «И у меня!» – сказал Горбузенко. «Тоже гипертония?» «Нет, тоже радикулит!» «Плюс бессонница!» «Вечером ляжешь, утром проснешься, затем целый день без сна!» «То одно, то другое!» «Пора завязывать, старик!» «Давно пора!» «Прости, кто выиграл?» – заинтересовался очнувшийся Жильвер Хачатурян. «Какая разница?» – ответил Горбузенко. Потом он сел на ковер и закурил. «То есть как?» – забеспокоился Качатурян. «Единостранцы наблюдают!» «Расцветали яблони и груши?» – нежно пропел он в сторону западных корреспондентов. «Поплыли туманы над рекой!» Живо открытнулись корреспонденты Горризон и Билли Арк. «Аркаша выиграл!» – сказал Горбузенко. «Он красивый! Пусть его и фотографируют!» «И ты ничего!» – возразил Аркадий Дысин. «Ты смуглый!» «Короче, ты судья, Жильвер Арамович!» «Ты и решай!» – рассказал себе Горбузенко. «Какой там судья?» – покачал головой Хачатурян. «Бог вам судья, ребята!» «Идея!» – сказал Дысин, вытащил монету, бросил ее на ковер. «Орел!» – закричал Горбузенко. Дысин задумался. «Решка!» – молил он наконец. А Чатурян шагнул вперед, придавил монету носком лакеронного ботинка. «Победила дружба!» – торжественно выкрытнул он. Зазвучали аплодисменты. Спортсмены покинули зал, вышли на улицу. Из-за угла, качнувшись, выехал пролейбус. Друзья поднялись в салон. Три старушки деликатно поступили им места. Вот такой замечательный, интересный и забавный рассказ Сергея Довлатова мы с вами прочитали. В центральной городской библиотеке имени Ломоносова много произведений Сергея Довлатова, в том числе его собрание сочинений. Пожалуйста, приходите к нам в библиотеку, читайте хорошие книги. Спасибо большое за внимание и до новых встреч! Продолжение следует...